Друзья, рад приветствовать вас на канале Политека. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами сегодня, за то, что смотрите и поддерживаете этот канал. Не забывайте, по хорошей традиции этому видео, поставить лайк, подписаться на наш канал, кто этого еще не сделал, и пишите ваши вопросы или комментарии. Для нас это очень важно. И всегда самые интересные вопросы мы отбираем, задаем нашим уважаемым экспертам. Сегодня с нами на связи Юрий Подорожный. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Юрий, рад вас видеть. Спасибо большое за то, что нашли время присоединиться к нашему общению. И, вы знаете, буквально недавно меня спрашивали мои друзья, ну что, ты уже павербанк купил? Я сначала задумался, думаю, почему они спрашивают в июле месяце об этом. Но потом все больше я начал отслеживать информацию, и, наверное, стоит задуматься. Но начать наш разговор немножко с другой истории хочу. Недавно есть такой депутат Железняк, и он пишет о том, что в здании, где проходит заседание парламентских комитетов, отключили свет из-за неуплаты. Сообщил об этом народный депутат Украины Ярослав Железняк. И пишет, и смешно, и грустно. Самое забавное, что в этом здании находится наш комитет по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики, и также комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Раньше была такая же история, но с отоплением, сообщает народный депутат. Вот, Юрий, кому смешно и кому грустно хотелось бы у этого народного депутата спросить? И это ирония судьбы или все-таки уже намеки нашим народным депутатам, что стоит задуматься? Чи уже с легким паром, хотелося б запитати. Ну, ви знаете, я спеціально навіть подивився, кому належать приміщение, власне, в яком эти заседания проходят. Верховная Рада орендует это приміщение, и, власне, там не заплатили, очевидно, за комунальні послуги власники этого приміщения, что сделали очень неправильно, потому что, насправді, то, что сегодня делают энергетики для того, чтобы мы пройшли эту зиму, и не только пройшли эту зиму, потому что нам, здавалось, после минулої зими, что такого жахиття, которое нам пришлось пережить, а я напоминаю, что россияни выпустили по объектам, энергетическим объектам Украины, трошки больше 800 ракет. Трошки больше 800 ракет. Я не знаю, еще где в мире, в нашей истории, энергетические системы переживали такие массовые обстрелы, и при всем этом энергетики спромоглись, более-менее, скажем, без великих втрат с боку споживачів, пройти цей энергетический сезон, зимовый сезон я маю на увазі, и, вы знаете, здавалось, что уже ничего нам не страшно, но, насправді, Організація Объединенных Наций говорит про то, что близко 11 миллиардов долларов – это те суммы, которые необходимы на восстановление нашей энергосистемы. Вы знаете, до полномасштабного наступа мы, напевно, навыть себе уявить не могли, насколько потужна наша энергосистема и насколько она является величезной и важной. Да, но при этом разведка сообщает, что Российская Федерация собирает информацию об энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает ГУР. То есть мы снова возвращаемся, есть основания полагать, что к осени Российская Федерация может нам устроить вторую серию обстрелов по объектам энергетики, ну и снова попытаться либо оставить нас в большинстве своем без света, или устроить вообще в Украине блэкаут. Я думаю, что такие задачи будут стоять перед россиянами, особенно сейчас мы с вами бачим потери с зерновым коридором и историю с экспортом нашей продукции за кордон. Если еще минулий рік россияни каким-то образом намагались надягнуть на себя шкуру вівцей и рассказать про то, что обстреливаются какие-то военные объекты, что все эти попадания в житловые домики – это работа нашей ППО, что они обстреливают только військовых или технику, где сосредствуют, а мы ховаем ее, естественно, в роддомах и в супермаркетах. Ну, то теперь после Одессы, мне кажется, россияни даже и виправдоваться с этого привода не будут, потому что те, что обстреливается Одесса, обстреливается центр города, обстреливаются житловые домики, власне, цивильная портовая инфраструктура, бьют по терминалам, где зберегается зерно, уже никто и приховывать, даже и приховывать этого не будет, поэтому на осень можно ожидать, что россияни доведут до конца то, что начали делать минулые зими, и чего не смогли сделать, это, фактически, отключить Украину от энергии, от электричной энергии и от тепла, и в том числе и от води, потому что все эти три фактора будут такими факторами нестабильности, и они прекрасно это понимают, что фронт фронтом, но если всю страну, так бы, можете обесточить, понурить в темноту, все закончится для них, ну, перевагою, что наименьше, а для нас трагедия. Но возникает вопрос, а какие вызовы и проблемы возникают в сфере энергоснабжения во время топительного сезона 2023 года из-за военных событий, поскольку, как мы видим, чувствуя себя зимой, будет ли свет и тепло, как мне кажется, это зависит от двух вещей. Это ПВО, о котором сейчас снова активно говорят украинские власти с нашими союзниками, ну и второе, от готовности энергосистемы. Или я что-то упустил? Ні, я думаю, что эти два фактора как раз являются ключевыми. В первую очередь, мы должны активизировать перемоги с нашими заходными партнерами щодо противоповетряной обороны. И снова же таки, повертащись до Одессы, нам все это дело показало, насколько важно иметь безопасность противоповетряной обороны. Давайте порівняемо Киев в травмі, который поддавался массовым обстрелам, и где уже более-менее адекватна кількість противоповетряной обороны. И что ее не хватает по всей территории Украины. Одесса нам это снова-таки продемонстрировала. А я хочу нагадать по минулому року, что фактично энергетики говорят, что было атаковано понад 400 объектов энергетической инфраструктуры. Это колоссальная цифра. Это доходит до 50% взагаля всего того, чем мы с вами владеем в стране в энергетической инфраструктуре. И действительно то, что мы сегодня должны вкладывать в подготовку до нового сезона после тех обстрелов, которые были в минулом году. Фахивцы и Министерство энергетики говорят, что эта подготовка будет стоить около миллиарда долларов. Да, и вы знаете, есть сообщение, что зима будет сложная, чем предыдущая. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. И говорит, я советовал бы всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной, такой же или даже сложнее, чем прошлая. Мы не можем предположить, что же будет происходить. И по его словам, в Украине очень много разрушенного оборудования, которое за один год не восстановить. Также он посоветовал украинцам запастись бензином для работы генератора. Да, я понимаю, что это человек не во власти, но я все больше и чаще слышу и такие советы от власти. Зима, запастись, украинцы. И знаете, такое складывается впечатление, что власть перебрасывает, перекладывает ответственность с себя, то, что она должна выполнять, просто на народ. Ну, давайте говорить про то, что лучше влада нехай попереджает, и нехай влада лучше расскажет про то, что нужно делать, ніж бы они мовчали и робили виглядь, что ничего не происходит. Правда, фаховцы говорят про то, что те генераторы, которые были куплены минулого года, нужно почистить, заправить и запастись. Нехай они, наконец-то, будут. Но я бы смотрел на все это с таким минимальным, но все-таки оптимизмом вперед. Вот брати наши энергетические компании, которые сегодня работают, например, ну, наибольшая энергетическая компания у Ахметова, они сегодня близко миллиарда вкладывают в, власне, в восстановление энергетической инфраструктуры. Это очень важным фактором того, что, знаете, это бизнес не сев там в куточку и не сказал, ребята, мы руки поднимаем, вы там как-то справляйтесь, потому что нас обстреляли, мы ничего сделать не можем. Но действительно есть обладнание, которое выготовляется достаточно долгое время. И в часе это все дело тревает. И необходимо завести, власне, это обладнание, встановить там и так далее. Что-то уже восстановлено, что-то восстановлено будет по ходу дела, но главное сегодня, что та же энергетическая компания Ахметова готовится и створюет резерв, в том числе и финансовый резерв, для закупивания обладнания, которое раптом необходимо, нужно будет завозить в Украину в разе повторения такой ситуации. Да, кстати, по информации я видел, там, если я не ошибаюсь, даже не один миллиард, там около двух миллиардов. Вот эта вот компания ДТ, Ахметова, они инвестируют в подготовку своей электростанции. Но и в то же время я же понимаю, что восстановление после предыдущей зимы, оно еще не закончено, и работы идут полным ходом, как говорится. Но принимают же участие не только государственные, частные компании. По вашему анализу и в сравнении, кто больше, скажем так, успевает в этом деле? Ну, конечно, приватные компании больше эффективны за любых обстоятельств. И тут хотелось бы видеть спорядочное государство и приватных компаний, где государство создает абсолютно необходимые условия, я имею в виду, в том числе, даже по завознению обладнания. Мы с вами скольких скандалей там бачили по завознению необходимого обладнания для виробництва дронов, и это все было ускладнено перетином кордону, там и так далее, и так далее. Вот главное для приватных компаний, энергетических, чтобы сьогодні им не створювали перепон в том, чтобы можно было завезти, расширить и фактически ввести в эксплуатацию это обладнание. Да, кстати, была недавно информация, подготовка теплокоммунэнерго к отопительному сезону 23-24 находится под угрозой срыва из-за отсутствия компенсации по разнице в тарифах принудительного взыскания средств нафтогаза со счетов предприятий теплоснабжения, ущерба и вследствие военных действий низкого уровня расчета. И вот профильные ассоциации, мэры и громады массово обращаются в Кабмин, так как они говорят, что бездействие шмыгаля может привести к коллапсу и прекращению поставок тепла для 10 миллионов украинцев. И вот здесь, Юрий, я хотел бы, чтобы вы немножко даже детально разложили частные компании, государственные компании, центральная власть и местная власть. Вот как в этих четырех точках правильно сыграть, чтобы мы этот отопительный сезон правильно прошли? Ну, ключевая история – это, звісно, позиция уряду. И от позиции уряду будет зависеть, пройдем мы цей опалювальний сезон или не пройдем адекватно. Бо насправді борги колосальні, которые собрались в коммунальной сфере, и никто не дает жоднои гарантии того, что кто-то их начнет выплатить. Тем более, что ситуация, зрозумяло, с одного боку, есть дозвіл на то, чтобы не отключать, не застосовывать санкции до неплатников. С другой боку, предприятия не могут працювать, накопичивая власне ци борги. Тому, очевидно, уряд Шмигаля має розробляти механізми компенсацій компаніям для того, чтобы они могли подготовиться до опалювального сезона. Звісно, разом з місцевою владою. Не только центральный уряд, но и центральный уряд разом з місцевым самоврядуванием має знайти цей механізм, каким чином компенсувати и закупить, власне, все необходимое для того, чтобы проходить опалювальний сезон. Бо просто перекласти и рассказать, что у вас там проблемы, так, вибачте, у них проблемы там 30 роков. И те, что мы не реформировали систему того же самого опалювальня, опалювальня не находили, каким чином, не находили возможности, каким чином реорганизовать и реформовать цю систему, то, я думаю, під час війни, коли накопичились о цей борги. Зараз просто скинути це на підприємства, ви там заробляли, ви там будете в усьому винні, ну, не варто. Тому, я думаю, що з одного боку, держава має знайти механізм компенсації, місцеве самоврядування має підключитись до цього питання, інакше опалювальну сезону, опалювальний сезон може бути зірваний не тільки в тих регіонах, про які ви говорите, а по всій Україні. Дійсно, промислові підприємства, знаєте, під час війни промислові підприємства почали споживати достатньо менше, набагато менше енергії, ніж споживали раніше. От, наприклад, тільки запорізька атомна електростанція, яка відімкнена від нашої енергосистеми, створювала 44% всієї генерації атомних електростанцій. І здавалося б, аж 44% енергії не стало, а у нас, в принципі, немає відключень, і якось енергокампанії, ну, знаєте, обмежуються закликами до населення, що споживайте, будь ласка, менше, або не включайте там одночасно кондиціонер і пральну машину, або пральну машину і таку, якусь там посудомийну машину. В принципі, таких глобальних, якихось серйозних речей немає, я маю на увазі, з відключеннями, ну, принаймні, на сьогоднішній день їх не було. Все це завдяки, якраз таки стає можливим, завдяки тому, що промисловість стала споживати набагато менше, у нас дійсно з економікою досить серйозні проблеми, хоча уряд там говорить про зростання валово-внутрішнього продукту, навіть покращили прогноз того, що ВВП зростатиме, а це означає, що енергії споживатиметься більше. Але тим не менше, для промислових підприємств електро, в першу чергу, електроенергії, почали просто, просто-напросто менше споживати внаслідок зупинки виробництв і зменшення можливостей, економічних можливостей. Ну і, знаєте, на опыте прошлой зимы, я думаю, що може появиться, як ви раніе сказали, по поводу того, що Ахметов, але ми розуміємо, там немножко інші інші масштаби, він інвестирує, інвестирує в підготовку своїх електростанцій к зимі, але, мені кажуть, вже і українці, вони самі по себе будуть готовитися, і, хто знає, можливо, відбуваються якісь там мелкі електростанції, навіть рассчитані на якийсь регіон, район, хтось на дім. Я знаю, в прошлом году була така одна історія, коли молодой чоловік, я так понимаю, він імеє інженерне образування, і в якомусь районі він з'орудив гідромалінку таку станцію, що обеспечувало на нескільки дімів його поселці енергетикою. Ну, це хороший приклад, і, очевидно, на нього треба звертати увагу, але розміри нашої країни і розміри нашої економіки настільки великі, а от зараз ми з вами бачимо і відчуваємо, якщо раніше ми якось цього не відчували, говорили, що ми там економічно слабкі, для нас не є важливим ті чи інші питання, подивіться, от по зерновій історії, виявляється, без нашого зерна зупиняється, ну, починається голод, в багатьох регіонах, в кількох регіонах Африки, наприклад. Без нашого металу, який нам дуже потрібно сьогодні виробляти і експортувати, теж зростатимуть ціни на метал. Тому, говорити про те, що дрібні якісь там електростанції зможуть вирішити питання, ні, це неправильна постановка питання. Я думаю, що уряд має звернути увагу якраз таки на великі компанії, яким необхідно сьогодні допомагати і давати можливість не тільки розвиватися, хоча б забезпечити і поновити те, що ми мали в минулому році, але насправді це не один рік, як говорять фахівці, щоб відновити те, що у нас було. Це насправді на це потрібні кілька років і достатньо великі суми, які мають вкладатись в нашу енергетику. Ви знаєте, мені дуже цікаво ще побачити якісь відчіти по поводу того, скільки ми вже в бюджет отримали гроші від експорту електроенергії. І тут хотілося б ще розуміти, як війна вліявляє на цю взаємозв'язку експорт і імпорт електроенергії. І наскільки, як ви сказали, в контексті зернової зділки, але також в плані енергетики. Наскільки інші країни можуть завісяти від нас? Дійсно, ми навіть був такий період, коли ми експортували електроенергію. І це нормальна історія, якщо ми в єдиній енергосистемі і здатні якісь надлишкові потужності віддавати. Тут питання навіть не в тому, скільки ми готові віддавати. Тут питання в тому, коли у нас будуть проблеми і якщо вони виникнуть. Давайте говорити не коли, а якщо вони виникнуть. Бо все-таки треба залишатися оптимістами і сподіватись, що таку кількість ПВО в Україну завезуть, що ми свої енергооб'єкти зможемо захистити. От скільки з-за кордону до нас прийде електроенергія, для того, щоб нам пройти власне цей період без якихось серйозних проблем. Тому зараз важко оцінювати, наскільки наша енергосистема може вплинути на ціни, наприклад, в сусідніх країнах, куди ми експортуємо електроенергію, але тим не менше наша економіка говорить про те, що ми є серйозним, інтегрованим в світову економіку країною, від якої залежить дуже багато питань, в тому числі і стратегічного значення. Ну і при этом не забуваємо фактори наших АЕС. Ми пам'ятаємо, як недавно міністр енергетики Галушенко сказав, що реактор ЗС може взорватися в будь-який момент і недавні атаки на Хмельницьку АЕС і, як багато вже поговарюють, Ровенська АЕС також може бути під угрозою. Ми розуміємо, що це большой визов для нашої власті і дуже сподіваємося, що вони справяться вместе, як ви сказали, з частними компаниями і з іншими. Юрій, к вам последний вопрос. Какі ваші прогнози по поводу того дальнішого, скажімо так, розвиття енергетичного сектора в Україні, але вже після військового конфлікту з Росією? Ну, я впевнений, що для України це буде одне з ключових питань. Відновлення нашої енергетичної спроможності, подальший розвиток атомної електроенергетики це є, напевно, ключове питання, тому що більш дешевої і якісної енергії, ніж атомна енергія, ну, шукати і годі. Не дивлячись на всі тенденції, які відбуваються там в Європі, на всю зелену енергетику там, і так далі, і так далі. Тому давайте говорити про те, що в післявоєнний час ключовим буде питання вихід на довоєнний, навіть, скажімо, доповномасштабного наступу об'єми виробництва і потужності нашої електричної генерації. Тому я дивлюсь з перспективою і дивлюсь з оптимізмом на те, що буде післявоєнний час, бо, насправді, ця зруйнована на сьогоднішній день система, енергетична система, напівзруйнована, скажімо, енергетична система, вона потребуватиме інвестицій, а це означатиме, що вона стане привабливою і для тих, хто бажатиме вкладати гроші в нашу економіку. А ми з вами розуміємо, що розвиток енергетичної системи даватиме можливість розвитку інших галузей економіки. Так, дуже на це сподіваємось. Ми, звісно, будемо робити все від нас завісяче і приближати нашу победу. Юрій, благодарен вам за участь в цій програмі, за вашу професіональну аналитику, ваш взгляд. І нашим зрителям хочу напомнить, Юрій Подорожний був з нами на зв'язі. Друзі, не забувайте берегите себя, берегите нашу енергосистему. І, як говорив в своє время Кличко, готовьтесь, але не к земле, а к зиме. Це, я думаю, ключове в наших условіях. Юрій, до нової встречи!